Крепость доски Требуется 7 шпоновых слоев клёна для хорошей крепкой доски. Когда слои отшлифованы, их покрывают клеем с обеих сторон, чтобы можно было склеить 7 слоев панели, с которой вырезается доска. Способ укладки слоев влияет на прочность скейтборда. Направление волокон на слоях меняется с вертикального на горизонтальный, чтобы образовать перекрещивающиеся волокна, которые крепче, чем цельный кусок дерева, где волокна расположены в одном направлении. Когда слои уложены, их загружают в пресс, который сдавливает слои между собой до высыхания клея, и придают им особую изогнутую форму, чтобы ноги скейтера не соскальзывали с доски. Шпон выходит из-под прессы единым, цельным куском дерева. Прежде чем нарезать их, каждая панель проходит многозадачный сверлильный станок, который проделывает два комплекта отверстий. Один спереди и один сзади для крепежей, на которых держатся колеса. Эти отверстия также нужны, чтобы удерживать доску на фасонном рисе, придающем ей форму скейтборда. Столешница риса передвигает панель вдоль твердосплавного режущего элемента, который совершает 20 тысяч оборотов в минуту, придавая скейтборду нужную форму. 18 сантиметров в ширину и 84 в длину. Рабочие затем стачивают грубые края с помощью пневматического шлифовального круга. Сжатый воздух внутри барабана позволяет ему принимать форму изгибов доски, чтобы не оставить ни одну часть необработанной. Затем доски покрывают полимерным веществом, предохраняющим дерево от влаги, которое может вызвать отделение слоев шпона друг от друга. Нижняя часть доски также защищена цветными чернилами, также украшающими доску. Чтобы создать рисунок, каждый цвет продавливается через шаблон на тонкий слой полипропиленовой пленки. Около 10 минут чернила сохнут, а затем наносится другой цвет. Когда цвета нанесены, пленка накладывается краской вниз на доску и приклеивается горячим роликом. Давление от ролика вдавливает чернила в волокна дерева, рисунок становится частью доски. Такая наносится рисунок, полиуретановый пластик заливается в алюминиевые формы, чтобы стать колесами. Водочи залитым уритан сушится полчаса в печи при 121 градусе. Жар превращает уритан в твердый пластик, который с легкостью скользит по асфальту, но у которого достаточно упругости, чтобы не сломаться после прыжков. Упругость означает, что колесо принимает исходную форму после того, как скейтер приземлился после прыжка электрилка. Когда колеса остыли после печи, они попадают на токарный станок, на котором вращаются, пока лезвие не округлит им бока. На одно колесо на станке уходит 2 секунды. Чтобы колесо стильно смотрелось, на него наносится цветной рисунок. Затем в центр колеса вставляется подшипник. Подшипник устанавливается на ось, уменьшая трение, чтобы колесо могло вращаться быстро и свободно. Когда подшипник на месте, колеса монтируются на лёгко-алюминиевую раму шасси, которые затем крепятся снизу скейтборда. По два колеса на каждое шасси и по два шасси на каждую доску. Но сперва поверхность доски покрывает нескользящим материалом. Этот материал чаще всего наждачная бумага с самоклеющимся покрытием. Её клеят поверх доски, чтобы создать высокое трение, чтобы скейтер не упал с борда. Когда наждачка наклеена, шасси прикручиваются снизу, и скейтборд готов к кезде.